Безопасная дорога набирает обороты. Несмотря на постоянный контроль, на дорогах по-прежнему находятся любители полихачить и ездить под шофе. Снова здорово! Очередных сбытчиков наркотических средств задержали борцы с наркопреступностью. Твори добро! Полицейские из Кельдинского района провели благотворительную акцию. А теперь об этом и другом более подробнее. Камеры видеонаблюдения продолжают помогать в раскрытии преступлений и административных правонарушений не только в общественных местах, но и внутри домов, где, как выясняется, также попадаются недобропорядочные граждане. Все происходящее беспристрастно фиксируют камеры. Жилой комплекс осыл Арман, что в Красайском районе, уже неоднократно фигурировал в хрониках. Жильцы одного из домов обратились с жалобой на выброс мусора в неустановленном месте, а именно в подъезде многоэтажного дома. Работая по указанному заявлению, участковый инспектор установил и сдержал 50-летнюю жительницу указанного дома, которая поначалу вину свою не признавала, но после предъявления записи с камеры видеонаблюдения признала факт правонарушения в отношении женщины составлен административный протокол по ст. 434, ч. 2 КОАП Республики Казахстан загрязнение мест общего пользования, в том числе выброс коммунальных отходов в неустановленных местах, согласно которому она была оштрафована на 5 МРП в сумме 14 585 тенге. А буквально через пару дней была задержана еще одна любительница выброса мусора, которая, не реагируя на замечания уборщицы, оставила в неположенном месте пакет с бытовыми отходами и ушла. Работая по указанному заявлению, участковый инспектор установил и задержал 45-летнюю жительницу указанного дома. Жители Ассалармана могут не только мусорить, но и отдыхать, что он называется, с огоньком. Драку пивного бара запечатлела камера видеонаблюдения. Пивнать расположен в жилом комплексе и нетрезвые граждане частенько ведут себя неадекватно. По поступившему сообщению на место была направлена патрульная группа, а со слов звонившего, мужчина в нетрезвом состоянии бросается на людей. Наряд полиции задержал подозреваемого, оказавшегося 28-летним местным жителем. Его противоправные действия подтвердились и были зафиксированы одним жителем на видеокамеру сотового телефона. В ходе досудебного расследования установлено, что данный гражданин находился под следствием за аналогичное правонарушение, имевшее место в конце 2020 года. Кроме того, он имел несколько приводов и поэтому установить его личность полицейским не составило труда. В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. А вот в городе Капшига сотрудники криминальной полиции задержали 21-летнего мужчину, который в одном из казино несколько раз ударил ножом охранника заведения. Пострадавший чудом остался жив. Раскрыть преступление и доказать вину подозреваемого также помогла запись с камер наблюдения. Сообщение об инциденте поступило от работника приемного покоя центральной больницы, что к ним поступил 36-летний гражданин с колото-резанными ранами брюшной полости. По приезду на место следственно-оперативной группы данный факт подтвердился. В ходе грамотно поставленной разыскной работы оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. Подозреваемый после бурной ночи поддался в бега, но стражи порядка не дали ему ни одного шанса. В настоящее время подозреваемый 21-летний житель Толгарского района дал признательные показания и взят под стражу. Более 400 нарушений карантинного режима выявили стражи порядка в Алматинской области. Полицейские осуществляют мероприятия, направленные на выявление нарушений требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Главная цель – не допущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. С этой целью на территории Алматинской области созданы и работают 268 мониторинговых мобильных групп, которые в ходе проверок ведут активную разъяснительную работу. С начала 2021 года уже выявлено 423 нарушения, в том числе в ночных клубах, кафе, ресторанах, компьютерных клубах, букмекерских конторах и так далее. В магазинах, торговых центрах и рынках – 161, в парикмахерских, массажных салонах, саунах и других обслуживающих заведениях – 10, в иных местах – 190. Составленные материалы по выявленным фактам в соответствии со статьей 425 КОАП Республики Казахстан переданы в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области для принятия соответствующих мер. Также на территории Алматинской области установлен один санитарный пост в Каратальском районе, где задействовано 4 сотрудника полиции. Данный пост осуществляет учет анкетных данных водителей и пассажиров. За прошедшую неделю в период с 8 по 16 февраля на территории области выявлено 117 нарушений, из которых большая часть – это несоблюдение масочного режима и социальной дистанции. Стражи порядка Алматинской области напоминают, что субъектам предпринимательства необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и установленный режим работы, следить за проведением термометрии персонала и посетителей, обеспечить персонал запасом медицинских масок, перчаток и средств дезинфекции, обеспечить нахождение в помещениях ограниченного числа посетителей из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, допуск в торговые залы осуществлять при наличии социальной разметки, требовать у посетителей наличие масок, исключить скопление посетителей и обеспечить соблюдение социального разрыва, проводить дезинфекцию прилегающей территории не менее одного раза в сутки. По выявленным фактам нарушений владельцы заведений будут привлекаться к административной ответственности. Полицейские продолжают свою работу по обеспечению безопасности дорожного движения. С этой целью они проводят очередную ОПМ «Безопасная дорога». Только за первый день выявлено 1762 нарушений правил дорожного движения на дорогах Алматинской области. Проведением широкомасштабных отработок на дорогах области полицейские преследуют цель активизировать профилактическую работу и усилить контроль за соблюдением требований в области безопасности дорожного движения среди его участников, обеспечения надлежащего общественного порядка, дорожной безопасности и снижения аварийности на транспорте. Среди выявленных нарушений выявлено 18 фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 114 фактов управления транспортным средством водителями, не прошедших государственного или обязательного технического осмотра, 19 фактов переоборудования транспортных средств без разрешения, нарушение правил маневрирования 127 случаев, неиспользование ремней безопасности 262 и выезд на полосу встречного движения 2, нарушение проезда пешеходных переходов 45 и другие нарушения. Кроме того, 315 пешеходов оштрафованы за переход проезжей части в неположенном месте. Наркопреступность И отправлено на экспертизу, согласно заключению которой, изъятое вещество признано наркотическим средством гашиш общей массой 12,42 грамма. Интересно происходил сам факт задержания. Полицейские, пришедшие к подозреваемому с обыском дома, его не обнаружили, в связи с чем, пригласив понятых, стали производить следственное действие без него. В процессе обыска полицейская служебно-розыскная собака обнаружила спрятанные в разных местах в сарае и в шкафу прихожки 200 грамм вещества, признанного экспертизой наркотическим средством марихуана, а затем в подвале на полке среди банок с красками отыскала и самого спрятавшегося хозяина. Подозреваемый, имеющий судимость за мошенничество в крупном размере, водворен в изолятор временного содержания. 18 кустов конопли и пакет марихуаны обнаружили полицейские и в Карасайском районе, также при помощи служебно-розыскной собаки, которая обнаружила наркотики, спрятанные в вольере со сторожевой собакой. Общий вес изъятого составил почти 4 килограмма. Задержанный 45-летний местный житель признался, что хранил все это для личного пользования. Твори добро Стражи порядка, находясь на передовой в борьбе с преступностью и правонарушением, не забывают и про благие дела. Сотрудники из Кельдинского районного отдела полиции посетили детский дом семейного типа в рамках благотворительной акции «Журикен Журике». Решение оказать помощь семейному детскому дому было принято всем личным составом районной полиции. Для этого на добровольно пожертвованные средства они приобрели продукты питания первой необходимости и доставили по адресу, чем немало обрадовали детей и взрослых, которым эта помощь как нельзя кстати. Следует отметить, что все воспитанники семейного детского дома имеют хорошую успеваемость в школе и помогают во всем своим приемным родителям. В этой семье воспитывается четверо детей, которые должны видеть, что их судьба не безразлична. Также мы уверены, что наша дружба с этими детьми поможет стать им настоящими людьми. Конечно, всем помочь невозможно, но самое главное то, что наша помощь исходит от души и по возможности мы будем помогать и остальным нуждающимся. В свою очередь дети и взрослые поблагодарили Стражи порядка за оказанную им помощь и внимание. Первые гости в нашем в этом доме сегодня праздником поздравляете, дети поздравляли. Спасибо вам, что вы есть, спасибо, что вы не оставляете наших детей, помогаете нам. Даже вниманием это уже хорошо. Спасибо, что нас защищаете. Внимание, розыск. Отделом криминальной полиции. Отдела полиции города Талдыкурган разыскивается без вести пропавший Нусубаев Адлет Макса Тулы, 2005 года рождения, проживающий в городе Талдыкурган по улице Избасарова, дом номер 46. Если вам что-либо известно о местонахождении этого человека, просим незамедлительно сообщить по следующим номерам телефонов. Отделом криминальной полиции. Отдела полиции города Талдыкурган разыскиваются следующие уголовные преступники. Морозов Графа Егорович, 1994 года рождения, проживающий в городе Талдыкурган, дачное общество Красный Камень, улица Веселая, 2. Разыскивается по статье 188, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Кража. Мера пресечения. Содержание под стражей. Далилханов Бахтиар Ринатович, 88 года рождения, проживающий в городе Талдыкурган, улица Жанцугурова, дом номер 20. Согласно статье 44 Уголовного кодекса Республики Казахстан, уклонение от пробационного контроля. Мера пресечения. Содержание под стражей. Малдобеков Даулет Сагимбекович, 69 года рождения, проживающий в городе Саркант, улица Шевченко, дом номер 12. По статье 378, часть 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Мера пресечения. Обязательство о явке. Ахмед Калиев Азамат Айткалиевич, 77 года рождения, проживающий в Ескельдинском районе поселки Карабулак, улица Гоголя, дом номер 40. По статье 378, часть 1. Уважаемые граждане! Если вам что-либо известно о местонахождении этих граждан, просим незамедлительно сообщить по номерам телефонов 8777-010-4717, 60-85-37 или 102. На этом наш выпуск подошел к своему завершению. Будьте бдительны и помните, что только сообща мы сможем навести общественный порядок. Но если с вами что-то произошло, либо вы стали очевидцем правонарушения, либо преступления, незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102, либо по номерам телефонов соседского присмотра вашего региона. Но если у вас есть вопросы по работе полиции, присылайте их на наши электронные адреса, которые сейчас вы видите на своих телевизионных экранах. До следующей встречи в эфире телеканала ЖТСУ. До свидания.